Одним из организаторов этого праздника стал наш сегодняшний гость Сергей Востриков, больше известен как диджей Джанго. Сереж, привет! Добрый вечер! У тебя сегодня день рождения, пользуйся этим. Получается так. Я тебя поздравляю, раскрою секрет, сколько исполнилось. Ну, исполнилось мне 34, это не тайна. 34 он называет, когда-то было 3 плюс 2. Замечательный день, очень люблю, когда день рождения проходит в активной рабочей фазе, в принципе, вся моя жизнь. Практически 8 вечера, а ты до сих пор работаешь. Я могу сказать, что еще и в полночь я буду работать. И очень приятно, что этот праздник проложу вместе с вами. Давай перейдем к нашей теме. Открытый корпоратив для учителей. Что это за праздник? Он действительно впервые в Кирове проходит. Да, с недавних пор в нашем городе появились более такие сегментированные праздники. То есть это и день учителя, день банковского работника, день автомобилиста. Ну, всем известно, что вчера был праздник день учителя. Я думаю, каждый с детского сада, заканчивая уже там высшим образованием, знает. Да и каждый в душе учитель. А ты помнишь своего учителя первого? Да, Ирина Александровна Титова. Это было школа 53, это было очень давно. И я по образованию, конечно, больше дизайнерская тема, но я проводил курсы диджейнга. Я иногда читаю мастер-классы в разных городах и здесь. Поэтому я думаю, что и ты, и каждый из смотрящих нас сегодня учитель. Это что очень замечательно. Да, это праздник, безусловно, мы выделяем из всех праздников так, как он считается и мною лично, кажется очень важным. Помимо того, что мы даже благодаря Министерству образования города Кирова приглашаем всех. А оказывается, у нас так много учителей. Это и детские сады, и лицеи, и школы. Все смогут прийти? Конечно же, да. Просто у нас для них было специальное предложение по билетной политике. Также любой человек из города, любой гость города, наш друг может прийти. Сереж, у нас для тебя подготовлен небольшой сюрприз. Мы сегодня записали блиц-опрос учителей из музыкального колледжа. Решили узнать, какую музыку они бы хотели слышать на этом корпоративе, какие у них предпочтения. Давайте послушаем. Давайте посмотрим. Поскольку мы преподаватели учебного заведения, в котором всегда звучит классическая музыка, то именно ее мы бы и хотели слышать на нашем празднике. Те исполнители, которых бы мы хотели услышать, к сожалению, не в нашем городе живут. Живые голоса в живом исполнении. Мы занимаемся тем, что мы готовим молодых исполнителей. И я как-то не очень воспринимаю правильно, не очень адекватно музыку электронную. Классическую музыку и для души, и даже на общегородском празднике. Ну, можно что-то, может быть, из оперет, какую-то музыку послушать. Музыка должна быть умная, музыка должна быть выразительная и сыгранная с душой и с настроением. Будет ли на вашем празднике выразительная музыка, сыгранная с душой и настроением? Да, я, кстати... Почему сразу такое к нему отношение? Очень крутой по коммерческой основе человек. Я могу сказать, что даже моя мама его слушает, и я лично не супер его фан. Расскажи, кто будет выступать, кто приезжает? Значит, что бы хотел отметить, что 7 октября в Гауди на Дне Учителя группа Вирус, чем она интересна? Что, во-первых, группа Вирус это легендарная группа, но я думаю, что нету нашего поколения, кто бы не знал, ручки, девчонка, ты меня не ищи. У ребят очень много альбомов вышло. Я могу сказать, что каждый... Я очень плотно общаюсь с менеджментом. Неделю назад люди выступали в Эстонии, три недели назад в Германии. Они выступают на днях города Петербург. То есть, сегодня они выступают в городе Пермь, завтра они выступают в городе Киров. Очень крутой график. И что самое главное, что этот коллектив, он не изменился. То есть, дискотека, авария, мы знаем, произошли изменения. В группе Руки Верх произошли изменения. Кто у нас? В группе Демо уже 10 состав поет. А у нас же их был... Вирус стабильно. А вирус стабильно, да. Скажи, завтра к нам приезжает вирус. Каких еще гостей стоит ожидать в Кирове в ближайшее время? Да, ну, помимо вируса... И, кстати, что хотел отметить, Оля поет 100% лайф, даже не дабл. То есть, она реально поет более чем порядка 70 минут программы. Это полностью живьем, что для клуба очень редко. Ну, это правда. Диджей Наташа Бакарди, ну, не нуждается в рекомендациях. Одна из самых интересных. В ближайшее время наше концертное агентство Альткоуна и Ауди Сол Прома совместно с Радио Ваней делает очень прикольный фестиваль. Вот многие думают, что это Сережа Жуков, а это Миша Жуков. Да, это его родной братик, который также является соавтором и исполнителем песен. То есть, он с ним выступает и в Олимпийском, выступает и на клубных концертах. Да, и помимо этого, что интересно, известнейшие группы нашего города играют каверы в своих стилях на руки вверх. То есть, это будут более роковые. То есть, у нас запланирован парк имени Кирова, авокадо-джем, ксенон. Замечательно. Сереж, мы хотим еще подвести итоги конкурса. Мы сегодня разыгрываем прямо в прямом эфире в группе Девятка ТВ один пригласительный билет на вирус. Я думаю, давайте мы подарим два. Давайте подарим два. Я могу озвучить победителя. У нас появился комментарий на вопрос, как звали первую солистку группы «Вирус». Пришел ответ Ольга Лаки, и первым ответил Андрей Вшивцев. Вот о чем я говорил, что Ольга Лаки не изменяет, и она же завтра принесет. Андрея Вшивцева мы поздравляем с победой. В ближайшее время с вами свяжутся и расскажут, как можно забрать билеты. Спасибо тебе за участие, что ты сегодня к нам пришел. У вас очень ярко, светло. И я надеюсь, что и всем телезрителям, кого-то с профессиональным праздником. Ждем завтра в клубе «Гауди». Спасибо. Это был Сергей Жанга. До свидания. Спасибо.